Здравствуйте! Если вы ходите из дома, возвращайтесь всегда с новыми знаниями и положительными эмоциями, чтобы все ваши походы были продуктивными и работает большая афиша. Когда готовятся премьеры в больших театрах, это всегда масштабно. Если новый спектакль представляет коллектив небольшой, это обязательно интересно, тем более если труппа из другого города. На этой неделе в Курске выступит Санкт-Петербургский этюд театр. Он образовался два года назад и сразу же имел в своем репертуаре 9 спектаклей. Среди них был и Гамлет по пьесе Шекспира и Попрыгунья по повести Чехова. Эти спектакли были поставлены в Санкт-Петербургской академии искусств. В Курск труппа привезет спектакль Медея, сюжет которого считается одним из самых востребованных в мировой литературе. Мне интересна судьба Медея, ну то есть этой женщины. Поэтому мне захотелось исследовать эти обстоятельства. Меня трогает эта история и мне кажется, что она актуальна. Поэтому я взяла из этого материала. На Курской сцене Медею покажут в Тюзе 28 и 29 ноября в 7 вечера. Еще одно большое театральное событие ждет нас 2 декабря. Свой юбилей отмечает художественный руководитель драматического театра Юрий Буре. Народный артист России работает без выходных, ведет дела бескомпромиссно и строго. Вероятно, потому на спектаклях в драмтеатре всегда аншлаг. Юрий Валерьевич придерживается одного правила. В театре все определяют не актеры и не режиссер, а зрители. Если публика в театр не идет, значит театр делает что-то не то. Потому что если нет публики в театре, спектакля нет. Ходите в театр. Творческий вечер, посвященный юбилею Юрия Буре, состоится 2 декабря в 17.00. Будьте в курсе событий с нашим информационным партнером. Радио Серебряный Дождь. 107,6 в Курске. Серебряный Дождь. Радио для тех, кто умеет думать. А кто умеет и любит вкусно поесть, знает, как получить пиццу от компании Люблю Пицца бесплатно. Участвуйте в викторине. На короткий номер 4647 присылайте ответ на вопрос. Какая температура считается идеальной для выпекания пиццы в дровяной печи? Внимание, сообщение начинайте с префикса 1076, пробел, а дальше вводите свой ответ. Победит тот, кто первым пришлет правильный вариант. Люблю пицца, надо попробовать, чтобы влюбиться. Все знают певца Михаила Турецкого как руководителя мужского хора. Но совсем недавно он сменил вектор своей творческой деятельности и стал частью женского коллектива «Сопрано-10». Это единственный женский музыкальный коллектив, у которого нет репертуарных ограничений. Артистки поют в так называемом жанре кроссовер, от народных песен до оперы и джаза. Михаил Турецкий говорит о коллективе просто. «Сопрано-10» лечит души людей, которым надоела музыкальная бессмысленность и халтура. Услышать девушек в нашем городе можно будет 28 ноября в цирке в 7 вечера. После знакомства с прекрасным во всех смыслах коллективом найдите время для палеонтологии. Это наука о животных и растениях в геологическом прошлом. Наглядно заниматься историей можно будет в Краеведческом музее. С 30 ноября там начинает работу выставка движущихся гигантов «Планета динозавров». Вы сможете совершить прогулку по настоящему парку древних рептилий и почувствовать себя героем известного фильма. Благодаря спецэффектам и механическим разработкам фигуры на выставке движутся и даже рычат. Экспонаты весят больше 100 килограммов. Мулежи сделаны из металлических конструкций и стекловолокна. 10 известных древних рептилий словно живые. Уникальная выставка будет работать ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Сейчас все больше входят в моду танцевальные вечеринки с зажигательной сальсой, чувственной бачатой и страстным танго. Смотреть на эти танцы одно удовольствие, а вот танцевать большое искусство. Научиться делать это красиво всех желающих приглашает Центр Танца Дизайн, преподаватели, финалисты и победители Кубков Мира и Чемпионатов Европы по разным видам танца. С 25 ноября по 10 декабря в студии проводится акция «Купи свой первый абонемент» со скидкой 20%. Подробности вы можете узнать на официальном сайте. Приятным сюрпризом для любимого человека может стать даже простой шарик. Удивите всех и подарите целую воздушную композицию. Вот такого клоуна от студии Балиба вы сможете выиграть честным интеллектуальным трудом. Звоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и участвуйте в викторине. Вы знали, что 13-летний американец Эндрю Даллу установил своеобразный рекорд. Надул за час 213 шаров. Если скажете, какой частью тела он это сделал, получите подарок. Ответы мы принимаем с 10 часов утра. Не держите зла, держите шарик. Выходные на этой неделе можно будет назвать громкими и ударными. Нас ждет много музыки, яркого шоу и, конечно же, самых разных эмоций. 30 ноября арт-студия Аббервал приглашает всех на вечер драма и бас, рок-музыки. Смешивать звучание и переборы гитарных рифов будут группы Монги Ай и Скилл Тойз. Последний коллектив приедет из Воронежа. Эти музыканты говорят о себе так. Нас всего двое, но у нас всегда хватит огневой мощи, чтобы взорвать людям мозги своей музыкой. В этот же вечер в спортивно-концертном комплексе «Зрелищные бои в клетке» пройдет турнир под названием «Курская дуга». Признанные бойцы Михаил Колобегов, Шамиль Абдул-Халиков, Арнольд Кверд и Игорь Егоров будут бороться за пояс чемпиона. Начнутся бои в 7 вечера. Воскресенье тоже будет насыщенным на события. 1 декабря в выставочном зале «Звездный» пройдет предновогодняя ярмарка. Вы найдете много новогодних подарков, от авторских открыток до предметов интерьера. А при желании сами сможете научиться техникам «Эбру», «Декупаж» и «Скраббукинг». Там же пройдет благотворительная акция «Курские фотографы детям». Выставка начнется в 11 утра. Вечером 1 декабря приготовьтесь зарядиться адреналином и энергетикой группы «Луна». Этих музыкантов можно назвать прогрессивным коллективом на российской рок-сцене. В феврале 2013 солистка Лусинэ Геворкян была признана лучшей рок-вокалисткой страны. В этой номинации «Чартовой дюжины» она обошла Зимфиру, Диану Арбенину и Ольгу Кормухину. Сейчас музыканты готовы представить свой третий студийный альбом, который назвали «Мы – это луна». Официальная дата выхода пластинки – 1 декабря, как раз день, когда группа будет выступать в нашем городе. Концерт пройдет в ДК «Железнодорожников» начало в 6 вечера. На прошлой неделе мы объявляли фотоконкурс для поклонников «Луны» и сейчас готовы подвести итоги. На концерт группы отправляются Василиса Нехина и Вероника Воронкина. Поздравляем победителей! Свои пригласительные вы можете забрать у нас в редакции. Если хотите провести воскресенье в более камерной обстановке, в ваши планы удачно впишется концерт органной музыки. Вместе с инструментальными композициями вы услышите женский квинтет «Шестое чувство». Начнется концерт в 16.00 в Римско-католическом костеле. На следующий день, уже в понедельник, концерт даст Николай Носков. Интересно, но у артиста нет профессионального музыкального образования. Он самостоятельно выучился играть сначала на фортепиано, потом на гитаре и барабанах. А во время службы в армии играл даже на трубе. Послушать Николая Носкова приходите в драмтеатр к 7 часам вечера. На этой неделе большое событие отмечает кинотеатр «Родина». 2 декабря ровно два года, как центр досуга открылся после глобальной реконструкции. Начинайте праздновать уже 29 ноября. Приходите на киноночь. Тематическая вечеринка и три премьеры будут также посвящены празднику. Кстати, теперь вы сами можете выбирать один из фильмов для ночи в кино. Ну а днем можно посмотреть премьеру этой недели. Это фильм «Курьер из рая». Для одних это будет история большого обмана, для других напомнит сюжет гоголевского ревизора, для третьих – христианскую притчу. Лирическая комедия выходит на большие экраны с 28 ноября. Получите пригласительные в кино. Звоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и правильно называйте слоган фильма. Первые два дозвонившихся пойдут в кино бесплатно. Альтернативный пробег возвращается в Курск. В этот раз ежегодный рок-фестиваль будет посвящен памяти солиста группы Короля Шут Михаила Горшенева. На сцене штурманы чартовой дюжины, среди них новгородская панк-группа FPG. Свой первый состав команда собрала 10 лет назад. FPG переигрывали англоязычную панк-классику, но потом переключились на отечественную мелодику. Панк-рокеры гастролируют по всей стране, выступают вместе с группами Аматори, Стигмата, Слот, Пилот, Алиса. В 2006 году лидер коллектива Антон Пух Павлов вместе с самыми известными рокерами записывает сингл «Рок-н-ролл» под руководством Константина Кинчева. Музыка FPG – это лирика, тяжесть и мелодичность. Свои творчества они представят на альтернативном пробеге в Курске. Фестиваль пройдет в ДК железнодорожников 15 декабря, начало в 18.00. У нас есть билеты на альтернативный пробег. Мы разыграем их в нашей официальной группе ВКонтакте. Следите за новостями. Интересная будет неделя. Выбирайте подходящее именно вам. Музыка FPG 9 ноября во всем мире проходит день отказа от покупок. Его отмечают в традиционное время начала рождественских распродаж. Под девизом «Ради мира на земле ничего не покупай». Что ж, на один день таким образом вполне возможно и нам поспособствовать миру во всем мире. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова